Научно-практическая конференция образовательных и культурных учреждений Самара открылась гимном Российской Федерации в исполнении Оркестра Русских Народных Инструментов. Лейтмотивом этой встречи стала тема «Отечественная художественная культура как нравственный ориентир традиционных ценностей, формирующих развитие личности молодого поколения». В концертном зале одной из старейших школ города, детской музыкальной школе именем Михаила Глинки, деятели культуры и искусства, педагоги. Член Союза художников России Ирина Елизарова подготовила доклад о том, как при помощи изобразительного искусства дает своим студентам уроки патриотического воспитания. Они также у нас выходят на пленеры, рисуют те же места, как и наши выдающиеся художники, уголки Самары, наши прекрасные места Самарской Луки. И самое главное, мы здесь не только, конечно, знакомимся с композицией, с колоритом, да, технически, но также как через настроение, передается через эмоции, да, воспитывать вот эту любовь к Родине. В ноябре прошлого года вышел указ президента России Владимира Путина об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такие встречи в первую очередь – это возможность поделиться с коллегами собственным опытом. Такие встречи всегда хорошо, потому что это единение людей, жизнь и творчество которых направлено на воспитание. Нам свои работы, свои доклады о опыте работы в регионах прислал в Санкт-Петербург детская школа искусств имени Глинки и город Смоленск. Это, я думаю, что будет всем интересно, хороший опыт. Вот эта конференция, знаю, что, наверное, осветит вопросы, наверное, основные и главные вопросы – это вопрос воспитания юного поколения и, собственно, роль детских музыкальных школ, детских школ искусств, как, наверное, одного из главных носителей гена отечественного художественного образования. В год педагога и наставника детские школы дополнительного образования провели больше 30 творческих встреч, посвященных миссии учителя. Это конкурсы, концерты, семинары и круглые столы. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.